МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире военная программа канала НТВ Смотр. С вами Сергей Кузнецов. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От новобранцев до комбрига. Десантники к бою готовы. Хочешь мира? Готовься к войне. Эти слова сказаны еще в Древнем Риме. Принцип службы для соединения постоянной боевой готовности. Они должны в любое время отразить агрессию. Наша сегодняшняя программа посвящена действиям 31-й десантно-штурмовой бригады на поле учебного боя. Будни этих голубых беретов мирными назвать сложно. Ежедневная учеба и постоянные тренировки. Полигон под Ульяновском. Раннее утро, а у десантников 31-й бригады служебный день в самом разгаре. Вот-вот грянет учебный бой. 28-й. Я центральный прием. Подчиненные Александра Корягина прибыли на поле боя в числе первых. Их задача обеспечить управление во время десантирования основных сил. Пока на ближайшем аэродроме десант готовится к вылету, связисты разворачивают станцию и прокладывают полевые кабельные линии к пункту управления. Обеспечивают два вида связи. Это засекреченную связь, которую противник ни в коем случае не сможет прослушать. И связь в радиоэфире. По замыслу батальонного тактического учения на площадку приземления из самолетов Ил-76 десантируется боевая техника и 700 десантников. 200 из них – бойцы спецназа, главного разведывательного управления из Тольятти. Учение совместное, но каждое подразделение отрабатывает свои задачи. Учение – это венец подготовки именно для батальона. То есть они показывают все, чему они научились за этот учебный период. Гамбриг Геннадий Владимирович Анашкин лично оценивает подготовку подчиненных. Он совсем недавно принял дела и приступил к командованию десантно-штурмовой бригады. Но с этим соединением в жизни офицера связано очень многое. Здесь он начинал службу еще лейтенантом. Спустя годы вернулся начальником штаба. Затем перевод в другую часть. Операция по принуждению к миру в Южной Осетии. Звезда Героя России. Учеба в Академии Генштаба. И снова родная часть в Ульяновске. Можно сказать, что Ульяновская земля, и тем более бригада – это родное. Я сам считаю частицей этого соединения. Соединение в постоянной боевой готовности. И подобные учения – будни бригады. Как всегда, в учебном бою легко не будет. Для солдат батальона, гвардии майора Руслана Пузырева, эти маневры – боевое крещение и жесткая проверка после полугода напряженной учебы. Солдат практически на себе испытывает, как оно на самом деле совершить прыжок из самолета, военно-транспортной авиации. Во-первых, на рынке. Выдвинуться к объекту, заплатить объект. Всё это, как говорится, требует мужества, героизма, ну и, соответственно, физических усилий. Погода не балует, постоянно подкидывая новые вводные. Но нужно не просто высадиться в тыл врага. Необходимо пробиться к цели под плотным огнём противника и захватить вражеский аэродром. Задача сверхсложная. Я-то явлюсь координат. И нести я голову поражение, и нести я без садов. Мы Родину защищаем, понимаете? Мы не работаем ничего, защищаем Родину. Это специально для того, чтобы повысить боевую готовность. Это 35-й прыжок гвардии старшего лейтенанта Александра Цыпина. Выпускник воздушно-десантного факультета Тульского артиллерийского инженерного института. Он третий год служит в бригаде и хорошо знает, насколько трудны такие учения. Тренировки, выполнение боевой задачи идёт. Это же не просто прыжок. Мы выполняем какие-то задачи по захвату объекта, по обороне. Миномётной батареей Александра предстоит поддерживать огнём парашютно-десантные роты. Они уже устремились в сторону аэродрома и готовы сразиться с неприятелем в любую минуту. Территория вражеская. Действовать нужно стремительно и в то же время предельно осторожно. На помощь приходит разведка. Бойцы главного разведуправления высаживаются в заданный район и снабжают данными основные силы. Мероприятие довольно-таки очень полезное для опыта прыжков, опыта имения владения оружием. Вот мы прыгали сейчас оружием, нужно было открыть стрельбу в воздухе и положить автомат в обратное положение. Довольно-таки хорошее учение нужно, я считаю. Совместные учения десантников 31-й бригады и бойцов спецназа главного разведывательного управления не редкость. Но для солдата срочной службы султана Губайдулина сегодня все впервые и маневры вместе с ВДВ и десантирование с великана Ил-76. У султана это четвертый прыжок за 4 месяца службы. Боксер 2-го разряда он пошел в армию сразу после окончания колледжа в родном Ульяновске. Поменял уважаемую профессию сварщика на службу в спецназе. Всю жизнь занимался спортом, как сказать. И хотел попасть в достойные войска и у меня это получилось. Дальше планирую заключить контракт с службой. Нравится очень все вот это. Стрельба, прыжки, камни. Сослуживец султана Роман Челноков контракт уже заключил. Срочно проходил в спецназе внутренних войск. Продолжить службу ему предложили в главном разведуправлении. Нравится военное дело. Решил заключить контракт, служить. Роман уже не раз участвовал в подобных маневрах. Он признается, что каждый прыжок это возможность вновь побороть свой страх. Самое главное не растеряться. И при прыжке сгруппироваться. Чтобы тебя не крутило, не мотало воздух. И смелость. Десантная азбука постигается здесь. На воздушно-десантном комплексе. Это сердце десантно-штурмовой бригады. Место, где проходит закалку каждый десантник. 502, 503, кольцо, 504, 505, купол. На занятиях десантно-штурмовой батальон. Произвести отчет, выдернуть кольцо, сымитировать раскрытие купола. Тут все, как при настоящем десантировании. И все просчитано до секунды. Парашютисты поэтапно разбирают все элементы прыжка. Стапель для подвесных систем. На этом учебном месте отрабатываются действия после отделения от самолета. Руководитель занятия постоянно меняет вводные. В реальном прыжке нужно быть готовым ко всему. Разбежается к вам другой парашютист правым боком. Ваши действия. Тяну задние, вы натягиваете левые. Натянули левые. К вам. Парашютист идет прямо на вас. Тянем право, тянем право. Схождение куполов основная опасность при массовой выброске. За 20 секунд Ил-76 покидают 26 парашютистов. На языке специалистов это зовется малым интервалом отделения. Временной зазор между бойцами всего 0,7 секунды. При выброске САН-2 интервал 3 секунды. 4 с лишним раза больше. Выдержать с такой темп десантирование очень трудно. Учатся этому на макете Ил-76. Бойцы внутри воздушного судна. По команде пошел они устремляются к выходу. Все как при настоящей выброске. В момент прыжка время сжимается до предела. Осмотреться после раскрытия парашюта. Зорко наблюдать за полем боя в полете. Делать все чтобы не попасть товарищу в стропы. И самое важное успешно приземлиться в нужной точке. На данных занятиях достигается мастерство владения лишним суставом в воздухе своим парашютом. Порядком применения запасного парашюта. А также действуем парашютисту-десантника в самолете при отделении от него и при приземлении. Немало опасностей таит приземление. Скорость снижения парашютиста 5 метров в секунду. Это сравнимо с прыжком с двухметровой высоты. Причем поверхность может быть самой разной. А к весу десантника нужно прибавить вес экипировки и оружия. Голеностопы укрепляются на специальной дорожке. А на этой площадке отрабатывается порядок сборки купола после приземления. Медлить на поле боя значит рисковать жизнью. Согласно нормативам с момента касания земли до выдвижения на боевую задачу должно пройти не более пяти минут. До первого прыжка солдата-срочника с самолета проходит месяц общевойсковой подготовки. За эти 30 дней вчерашний школьник становится теоретически готовым бойцом в багаже которого 5 прыжков с вышки. А всего за год срочной службы каждый воин успевает совершить порядка 12 прыжков САН-2 и ИЛ-76. Занятия на воздушно-десантном комплексе проходят не только перед учением. Батальоны бригады тренируются здесь еженедельно. А перед десантированием проводятся дополнительные уроки. В занятии по предпрыжковой подготовке участвует весь личный состав 100% полностью начиная от командира батальона и заканчивая крайним солдатом батальона. Гвардии сержант Артем Иневатов в десанте уже девятый год. Срочную проходил в 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В 31-й бригаде с 2005-го. Летом 2012-го Артем стал победителем всероссийского конкурса воин содружества. Он профессионал высокого уровня и как всякий настоящий мастер своего дела даже не думает расслабляться. Мобильность неожиданность что весьма очень хорошо влияет для ведения боевых действий поэтому эта подготовка я считаю подушно-десантная на первом месте должно стоять в соединении ВДВ. Мужество высшего класса храбрость первой категории и боевая готовность номер один так говорил о ВДВ отец современного десанта Василий Филиппович Маргелов прославленный дядя Вася каждый десантник старается соответствовать этим высоким требованиям недаром все наши замечательные полководцы говорили что учить надо воевать в мирное время на войне уже поздно это делать офицеры действительно не жалея своих сил опыта времени пытается как можно больше дать своим подчиненным для того чтобы подготовить их к выполнению задач достойно выполненных задач в истории бригады было немало соединение сформировано в конце Великой Отечественной и после нескольких реорганизаций получила наименование 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии она с боями дошла до Австрии закончила войну в Бене получив орден Кутузова второй степени к 1960 году соединение окончательно передислоцировали в закавказский военный округ несколько десятилетий ее части располагались в Кировобаде Шамхоре Баку и Хутаиси после распада Советского Союза в 1993 году дивизию перевели в Ульяновск на место строительного батальона возводившего завод Авиастар город оружейников город военных 31-я десантно-штурмовая бригада гордость Ульяновска это соединение постоянной боевой готовности где служит элита воздушно-десантных войск Большая часть офицеров которые проходят службу и проходили и проходят службу соединения это офицеры которые прошли и имеют боевой опыт В боевой биографии бригады обе операции против международных террористов в Чечне В музее соединения память о тех войнах с террором Перехваченная записка Салмана Радуева Флаг десантных войск развивавшийся над блокпостом в Шатойском районе в 96-го Рядом напоминание о других событиях трофеи тревожного августа 2008-го Наши военнослужащие была поставлена задача через Абхазию блокировать выход в сторону Осетии войскам грузинских формирований которые могли просочиться Наши военнослужащие выполнили задачу на 100% За участие в антитеррористических операциях более тысячи военнослужащих бригады награждены орденами и медалями 9 человек удостоены звания Героя России из которых четверо посмертно Именно в традициях это наверное самое основное то что в памяти держать вспоминать всех кого мы потеряли при выполнении боевых задач Их имена высечены в храме на территории части Церковь Святого Ильи Пророка покровителя воздушно-десантных войск построена в 98-м году в честь павших воинов Отец Павел помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими эта должность появилась в войсках относительно недавно в ходе реформы заместители командиров рот по воспитательной работе старые добрые замполиты были сокращены разумно ли это покажет время а вот то что для верующего солдата или офицера помощь священника очень важна очевидно мы ведем работу совместно с помощником командира по работе с личным составом я считаю что у нас именно не идет замещение мы пришли взамен кого-то а пришли делать совместную работу то есть по духовному патриотическому такому подъему военнослужащих двери храма открыты для всех военнослужащих бригады сюда приходят и их родные каждое воскресенье любой желающий может отстоять литургию исповедоваться и причаститься здесь солдаты принимают крещение за последний год окрестились больше 20 человек общение с отцом павлом идет не только в стенах храма батюшка приходит в подразделение проводит беседы в клубе выезжает на десантирование и благословляет воинов перед прыжками потому что все равно говорю мотивация она ведь должна быть именно служба родине не только именно по принуждению именно только вот с духовной стороны можно это мотивировать чтобы человек именно более осознанно к этому подошел и ответственно человек должен осознать что он выполняет очень важное дело служа родине и тем более в такой доблестной 31 бригаде ВДВ время ужинать и пора подумать о пище телесной солдатское столовое на раздаче бойцов встречают приветливые сотрудницы военторга аутсорсинг передача невоенных функций сторонним организациям уже давно пришел в бойска 31 бригада одна из первых внедрила эту схему работы на кухне теперь трудится гражданский персонал и наряды по столовой остались в прошлом солдаты приходят сюда только чтобы как следует подкрепиться и похоже все довольны мальчики все добрые внимательные всегда благодарят за пищу десантники больше не тратят время на приготовление пищи но ее качество контролирует именно военные перед каждым приемом пищи у нас приходит дежурный доктор и дежурный по бригаде вот они у нас кушают проверяют нашу пищу а потом только уже мы запускаем кормить солдат в солдатском меню различные блюда из мяса рыбы и овощей к чаю пряники или печенье по праздникам фрукты конфеты и шоколад ежедневный сытный обед только с обязательной возможностью выбора блюда у нас на обед идет двойное первое двойное второе и военнослужащие двойные салаты военнослужащие имеют право выбирать или то или другое что им нравится на ужин у нас постоянно рыба но рыба ни одного вида тоже чередуют виды рыбы вот бывает жареная бывает припущенная вот тоже нравится ребятишкам еще ребятишкам в погонах по душе бутерброды с сыром и пельмени со сметаной когда кормят по домашнему служба вдали от дома кажется легче плов они очень любят картофельное пюре с натуральной картошки отварную картошку любят вермишелевый суп с курицей любят чихогбили очень любят завтрак съешь сам обедом поделись с другом ужин отдай врагу эта древняя мудрость десантнику не подходит во-первых он поделится с товарищем не только обедом а ужин врагу ни за что не отдаст ужин здесь такой сегодня у нас на ужин идет картошка отварная рыба жареная икра кабачковая так чай и масло порционное а нас ждет ужин домашний мы спешим в гости к супруге командира бригады галине ивановне она тепло встречала нас в прошлый раз когда мы готовили программу о женах героев россии теперь вся съемочная группа в предвкушении так 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 это у нас красота будет папки на ужин хозяйка дома героиня не только нашей программы она жена героиня 15 разных городов и 11 воинских частей и всегда рядом с мужем и все ради его службы родине офицерские жены защитницы России вот приехали к новому месту службы муж попал сразу на учение а женам как обычно достается быт устройство вот мы тут и прыгаем пытаемся наладить как-то быт вот маленькая радость это то что мы уже успели немножко обустроить наладить маленькую красоту чтобы нам приятно было хоть немножечко красота нам немножко помогает выживать все эти рутины переездные наша предыдущая встреча на съемках была прошлой весной в Москве в общежитии академии генерального штаба где учился Геннадий Владимирович что изменилось с тех пор в их семье закончили академию очень рады все-таки событие такое серьезное важное для любого офицера сыночка у нас поступил в Рязанское воздушно-десантное училище папа очень горд продолжатель династия у нас получается уже продолжатель династии Илья Геннадьевич признается что всегда хотел быть похожим на отца в 2008 получив радостное известие испытал за него большую гордость когда я узнал то что ему вручат звание Героя Российской Федерации конечно гордость очень большая была именно тогда он еще школьник решил поступать в кадетское училище а прошлой зимой сообщил родителям что хочет стать офицером я конечно как любая мама поддержала выбор своего ребенка но тревога переживания и он это понимает у меня сейчас вдвойне будет Илья курсант горного десантного взвода боевые операции в горах к тому же десантные мало что может сравниться с этим по сложности и уровню риска но Илью это не пугает всем страшно но все равно кто-то должен этим заниматься никто кроме нас этому десантному девизу мужчины в семье Анашкиных следуют твердо товарищ гвардии полковник третий парашютный десантный батальон со средствами усиления к этапу боевой стрельбы готов командир батальона гвардии майор прошу занять места приготовиться к началу этапа боевой стрельбы класс 33 я купать 90 разведку противника наблюдаешь прием учение парашютно-десантного батальона продолжает интенсивная боевая стрельба а впереди ночные стрельбы отдыхать некогда по сценарию маневров на линии огня вооруженный противник когда учения окончены усталость чувствуют не только люди особого внимания и ухода требует техника ранним утром командир бригады спешит в парк машин за сегодняшний день необходимо дообслужить технику поставили на хранение я так понимаю после проведения учений необходимо привести порядок а в доме порядок наводит супруга комбрига Галина Ивановна уже третьи сутки ждет мужа сослужив звонок в дверь раздается ближе к полуночи что она мне стоит пак папка ты пришел а мы думали гадали сегодня ты будешь дома буду ты голодный опасительно долгий служебный день комбрига подошел к концу короткий отдых а завтра снова в бой бой учебный он для того чтобы в любую минуту быть готовым выдержать бой настоящий 31-я гвардейская десантно-штурмовая бригада соединение постоянной боевой готовности программа смотр прощается с вами на неделю до встречи на канале НТВ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин